такая у нас мини установка на 380 вот ее испарить багет тройной жалобы на то что не охлаждают будем искать причины отключена система уже кто-то полазил поставил контроллер надо добраться включим по звуку я не слышал что запускается компрессор как будто запуска компрессора нет сейчас будем искать причину сработал звука нету компрессора этот часовой механизм он на запуск компрессора тоже должен стоять контроллер здесь сейчас посмотрим доберемся до отключим доберемся до компрессора и там уже все ясно будет я с ним знаком в принципе я его раньше обслуживал он не капризный примитивный вот у него компрессор следы масла я вижу они были здесь все нормально все на месте интересно сейчас включу проверю компресс на компрессор вообще запускается может быть здесь просто вчера отключали свет и поменяли фазу не нужно сейчас ну компрессор холодный и вот скорее всего отсекли те клапаны сейчас посмотрим на них давление сколько и проверим фреон если он не запустится включил питание через пять минут сработать часовой я не буду ждать принудительно включу электромагнит запустился тоже значит ток ток передал этот вентилятор тоже сработал компрессор компрессор будит вроде бы непонятно но не греется холодным нет не будит слушай так странно странно сейчас подумаем будем мерить фреон значит раскрытие тут не обойтись открываем там крышки боковую крышку откроем для начала я думаю нужно проверить давление фреона я в принципе с ним работал думаю что серьезных поломок кроме утешки как оно должно быть так так давление сидит здесь смотрите почти 6 килограмм так давление сидит здесь смотрите почти 6 килограмм так так запустил я и смотрите что происходит здесь давление у него отрегулировано но на 6 отсечет да сколько там невинно и ток ток на мотор не пришел то ток на мотор Waar cheering и плаг работать и чтобы не работать так и вот и сейчас работает и вы У меня эти щипы иногда не контактируют, только нету, фрёна мало. Упало, запустился у нас компрессор, давление у нас упало, было 6, сейчас стало 3,5, нагрев идёт, топ явно пришёл, проверять не буду. А причина была в чём, я извиняюсь, я не заметил, тупо выбило вот этот, как назвать его, пускатель, не пускатель, он с виду как электромагнитный пускатель, с такими вот, красное выключено, чёрное включено, тупо выбило. Может быть из-за того, что вчера выключали свет, пришёл большой ток, и он не пропустил, отключил. Вот сейчас я уже минуты две наблюдаю, он работает, система греется, внутри тоже охлаждает уже. Буквально минуту назад было 5 градусов, уже до 2 палок, вот я чувствую, отсюда идёт холод. Вот, сейчас я попозже ещё зайду, 2 градуса, 2,4 градуса стоит. Поэтому будьте внимательны, даже вот на такие мелочи нужно обращать внимание. Видите, я не заметил, но нашёл причину. А то я уже хотел всё равно заливать, поэтому бывает и такое. Ну, под вечер голова загружена, как-то так. Давление не падает, всё нормально у нас, система греется, холод идёт. Обратка, обратка уже холодная. Сейчас скоро мокрить начнёт. Ну вот, зашёл, вышел, уже на градус упала температура. Отлично, отлично работает у нас багет. Вот такой был у меня сегодня ремонт. Это мои постоянные клиенты. Мы с ней учились в университете в параллельных группах. У неё сейчас большой магазин, не один, кстати. И вот так совершенно случайно мы познакомились, вызвал меня на ремонт. И вот этот проблематичный, если честно, агрегат постоянно. То настроить температуру не могу ему, у него часовой механизм стоит вместо контроллера, то есть регулирую по времени. Летом нормальная температура, зимой уже, как говорят, перемораживает. Каждый раз меня вызывает. Я по-свойски делаю, как бы не заряжаю. Сейчас даже вот за такой ремонт я не знаю, что взять. Возьму вызов, диагностику, это 2000 тенге. На этом всё. Хотел показать вам больше, но извиняюсь, вышел вот такой вот ремонт. Пока-пока. С вами был я, Алик.